Всем здравствуйте! С вами Еленя Монотиаду и я приветствую вас на своем канале. Хочу поздравить с наступившим Новым Годом. Свои пожелания я уже озвучила в предыдущем видео. И сегодня я хочу сделать для вас обещанный в инстаграме в прямом эфире расклад под названием «Как стать императрицей». И сегодня будет три позиции и мы будем отвечать на вопрос, как же нам женщинам стать той императрицей, желанной для того, чтобы привлечь свою жизнь к императору. Хорошо. Три позиции. Начинаем слева направо. Первая. Вторая. И третья. Что же нам нужно сделать, чтобы стать императрицей? Первая позиция. О! Вы была карта звезды. Для того, чтобы стать императрицей, вам нужно определиться с вашей миссией, с вашей целью. Давайте посмотрим, в какой сфере. Почему? Потому что это может быть все что угодно. Для того, чтобы вам стать императрицей, вам нужно четко определиться в своих желаниях. Для начала. Что вы хотите? Для чего вам это нужно? Неважно, в какой сфере сейчас, в какой сфере идет речь, здесь вопрос стоит в общем. Пришел тот момент, когда вы внутри себя, возможно, почувствовали вот это, знаете, состояние найти себя в этом мире. Поэтому слово миссия, она не всегда всем понятна. И, возможно, кому-то она слышится такая, знаете, очень серьезное слово. В плане того, что нужно себя реализовать в социуме, да, какой-то обязательно ролик. Но здесь, в данный момент, мы рассматриваем тот вопрос, что вам просто нужно определиться со своими желаниями. Когда вы определитесь со своими желаниями, что вы хотите, как вы хотите внутри себя, вы сможете в дальнейшем соответствовать им. И это будет, знаете, вот эта вот внутренняя некая определенность, она вам даст уверенность в себе. И вы ее начнете транслировать. Это будет самым первым шагом для того, чтобы вы заявили о себе как оператив. То есть, возможно, вам нужно для начала определиться внутри себя, что вы хотите. Чего вы хотите вообще в этой жизни во всех сферах, абсолютно. То есть, и во всех ролях. То есть, если мы говорим о роли женщины, то как роль женщины, что вы хотите. Если мы говорим о материнской роли, то как мать, что вы хотите. Если мы говорим о профессиональной сфере, то вам нужно определиться, что вам нравится, чем вам нравится заниматься, что вы хотите. и соответствовать этому выбору, начать действовать. Конечно же, путь сразу будет нелегким, и это понятно. Сразу будет всплывать какая-то некая борьба, конечно же, неуверенность, непонимание себя, все будет непонятно, все будет неясно, но всплыв до страхи. Давайте все-таки посмотрим, а с чего же нужно начать. Вот это вот определение своих желаний, со своей ценностей. Для начала вам нужно ощутить внутри себя, именно чем были цены, как личность, как женщина, как вы понимаете свою ценность. Вам будет дан шанс в этом направлении. Для того, чтобы вы увидели правду, и нацелились, то есть начали путь. Правда того, что все, что было в прошлом, можно уже оставить. Это был некий опыт, он вас однозначно сформировал как личность. На данный момент вы являетесь тем, кем вы являетесь благодаря своему прошлому опыту. Это было все в прошлом. Сейчас вам нужно пойти абсолютно новым путем. А поделиться именно внутри себя, что вы хотите, в каком направлении вы хотите двигаться. Давайте теперь посмотрим, какая у вас есть выгода в том, чтобы не быть императрицей. Странно, да? Но порой и становление себя как идеалом, это, знаете, некая ответственность. И ответственности мы всегда, в принципе, боимся. Поэтому нам иной раз выгодно не быть тем, кем мы хотим стать, по одной простой причине, чтобы не брать ответственность. Давайте посмотрим, почему вам выгодно не быть императрицей. Ну, потому что вам придется тогда развиваться. Вам придется тогда строить все заново. И вам нужно будет тогда двигаться вперед и перейти, знаете, на новый уровень. Не случайно до этого мы подошли. То есть вам нужно будет пойти новым путем. Тем путем, которым вы еще не знаете. Вам нужно будет пройти трансформацию. Трансформация – это не всегда приятный момент в нашей жизни. Почему? Потому что мы идем неизведанно. Мы не знаем, что нас ожидает, но здесь как раз-таки и всплывает вопрос доверия. И вопрос в плане того, что то, что я хочу, да, ту миссию, которую я хочу реализовать, ту роль, которую я хочу играть. А для чего она мне? Для кого вы будете служить? Для себя, для своего эгоцентризма? Либо вы будете вносить какую-то пользу другим людям? Поэтому вам нужно будет пройти эту трансформацию. Будет такой момент, такой период, когда вы будете ощущать некую пустоту. И внутри себя, и вам будет желаться запомнить ее чем-то. И вот здесь вот, кстати, всплывает такая иллюзия, что нужно что-то обязательно сделать. Вот этот вот момент, когда мы проживаем некой пустоты, непонятности, да, неясности, неизвестности. Он нас пугает, и мы начинаем от испуга действовать. Вот этого вам как раз таки не нужно будет делать. В данном моменте, да, тот переходный этап, который вы проходите, в чем ваша выгода не быть императрицей, а это означает, что вам нужно обязательно это сделать, то есть пойти в развитие, перейти на другой уровень и трансформироваться. Трансформировать, пройти трансформацию, пройти некие изменения, некое взросление, в котором вы научитесь раскрываться эмоционально, уметь выстраивать взаимоотношения с людьми. И вы поймете, где и как вы сами себя обманывали, да, в плане вашей профессиональной сферы, да, либо в плане того, как вы зарабатываете деньги. То есть здесь мне кажется, что у вас либо есть некие иллюзии касательно вашего профессионализма, когда вы, возможно, себя не считаете профессионалом, да, вам кажется, возможно, что вы еще недостаточно хороши, вы еще недостаточно опытные, вы еще недостаточно знаете вещей для того, чтобы быть полезны кому-то другому. Вот, и вот в этом возможно вы себя обманываете, это один из моментов. Либо второй момент, вы обманываете себя в том плане, что вы не умеете зарабатывать деньги. Но здесь у каждого попадает уточняющее в плане того, что вы обманываете себя, что касается вашего дальнейшего будущего. То есть, возможно, вам как раз таки и кажется, что в будущем вы не сможете зарабатывать на том деле, в котором внутри себя вы как-то выбрали, вам оно близко, вы хотите этим заниматься, но вам кажется, что вы не будете получать денег, то есть он не будет платить за ваши услуги, да, и это и будет вашим обманом и первой проверкой в плане того, почему вы не хотите стать императрицей. Какой совет нам дает Таро? Таро советует пройти, знаете, какой-то такой внутренний, выиграть внутренний бой с самим собой и стремиться идти к равным взаимным отношениям, то есть со всеми общаться на равном, ни выше, ни ниже, а уметь устраивать диалог, уметь коммуницировать, уметь брать от этого мира ровно столько, сколько вы ему отдаете. Это будет не так легко, но коль это выпало в совете Таро, значит вы сможете с этим справиться. Какой будет первый результат, если вы будете соответствовать совету Таро? Первое, что вы почувствуете, знаете, некое такое состояние бездействия, да, что вроде бы ничего не происходит, да, вроде бы я как-то работаю, работала, а у меня нет никаких результатов. То есть такое ощущение, что вошли в некую какую-то такую стагнацию, и ничего не происходит. Здесь нужно вам просто осознать, что происходит какая-то некая внутренняя ломка вашего эгоизма, и вам нужно будет идти именно духовным путем, в плане того, что вам нужно будет выйти из своего круга, где вы сфокусированы исключительно на себе, на своих желаниях, да, и двигаться дальше, преодолевая, знаете, какие-то некие сложности, обязанности, то их нужно будет оставить, завершить как-то, да, все, оставить все в прошлом и двинуться в будущее через истинный выбор того, что вы хотите. Это будет не совсем легко, вам будет непонятно, вы будете ощущать себя в каком-то таком неком подвешенном состоянии, вы не будете видеть всей ситуации, но однозначно, карты говорят о том, что вы сможете закрутить колесо фортуны в сторону изобилия, в сторону своего достатка, и если есть такое желание, да, стать матерью, либо женой, то такой вариант возможен. Это была первая позиция. Сегодня мне захотелось сделать такой, знаете, мини-расклад, и я не знаю, насколько получится, то есть углубляться не хочу слишком, но вы всегда знаете, что вы можете идти на личную консультацию, да, где мы сможем более глубинно проработать все то, что вас волнует и интересует. Записаться можно по ссылочкам ниже этого видео. Хорошо, вторая позиция. Что вам нужно сделать для того, чтобы стать императритейцем? Здесь карта говорит о том, что вам нужно выйти из какого-то такого, знаете, безвыходного положения. Вы сами себя загнали в такую ситуацию, когда вас просто высшие силы остановили для того, чтобы вы немножечко переосмыслили свое поведение, свое восприятие мира. То есть вам, знаете, вы сами себя завели в какой-то некий пупик, и этому, конечно, было разрешение свыше для того, чтобы вы остановились и погрузились глубоко в себя. Для того, чтобы вы увидели, как вам нужно дальше двигаться. Чтобы вы, наконец-таки, осознали, что вы идете просто не в том направлении. Вам нужно немножечко сейчас кое-что переосознать и поменяться. Давайте посмотрим, что именно вам нужно осознать для того, чтобы стать императрицей. Вам нужно нацелиться на истинный выбор, связанный с королем губков, как ни странно. Либо, если мы не говорим об отношениях, то это эмоции. Если это про отношения, то есть вам нужно нацелиться на выбор внутри себя, какого мужчину вы хотите получить. Вот здесь как-то вот четко проигрывается. Если в первой позиции проигрывалась именно собственная реализация в социуме, то здесь проигрываются однозначно отношения с неким мужчиной. Вам нужно определиться с выбором, да, с мужчином, с которым, возможно, на данном моменте у вас есть какие-то взаимоотношения, либо вы завершили их. Вам нужно здесь проработать свои страхи и уйти, знаете, от такого легкого, ни к чему не обязывающего романа, который, возможно, был у вас с этим мужчиной. Если мы говорим не о мужчине, а об эмоциях, то здесь однозначно вам нужно перестать вести себя как ребенок. Вам действительно нужно повзрослеть. И это взросление у вас произойдет только после того, как вы погрузитесь глубоко в свое сердце и найдете, вот нащупаете тот момент, что вам мешает быть температрицей, что вам мешает быть вот этой самодостаточной женщиной, которая умеет коммуницировать с людьми, умеет выстраивать отношения, умеет творить, создавать что-то, да, имеет кучу идей, имеет очень много связей, знакомых. Что вам мешает стать именно такой? Ну, здесь однозначно карты показывают, что у влияния есть некого мужчины, с которым, возможно, у вас отношения-то уже и завершены, но вы по каким-то причинам, возможно, еще его не отпускаете в своей голове. Хорошо. Какая вам выгода от того, что вы пока еще не императрица? Ну, выгода здесь простая, что вам не нужно преодолевать какие-то сложности, да, вам не нужно отстаивать какие-то свои границы касательно будущего. То есть все идет так, как и идет. Почему? Потому что когда вы становитесь императрицей, вы несете ответственность за свои слова, за свои чувства, за свои мысли, за свои поступки, как женщина. А здесь, если вы пока еще не императрица, значит, ну, просто, ну, не нужно ничего отстаивать, не нужно никому ничего доказывать. Ну, как есть, так и есть. Все оставим на самотек. Наше будущее приходит так, как оно хочет. То есть не то, как мы его планируем, да, либо как мы его представляем себе. Здесь даже нет вообще никакого представления касательно будущего. Хорошо, совет Таро. Что нам советует Таро для того, чтобы все-таки стать императрицей? Мы же хотим... Ну, карта советует прекратить быть зависимой от своих желаний. Поскольку желания по дьяволу, они всегда идут от ума. Если мы говорим чуть выше, ранее говорили об истинном выборе, который вы должны совершить, исходя из своего сердца, то есть здесь как раз-таки Таро и советует, чтобы вы прекратили быть зависимым от своих желаний. А постоянно что-то хочется. Хочется, возможно, каких-то материальных благ, возможно, каких-то отношений. Вот это вот желание, да, само по себе, оно немножечко эгоцентрично в плане того, что вы все свои желания, вы хотите для себя. Если бы ваши желания были направлены в противоположном направлении, вы бы хотели что-то для других людей, то однозначно тогда бы у вас вообще не возникал такой вопрос, как это получить. Вам бы свыше начислялось только за то, что вы уже проявляете какой-то интерес, какое-то внимание, и вы несете пользу для других людей. Но здесь, на данном моменте, пока вы настолько эгоцентричны, что вы зациклены на своих желаниях, а именно зациклены, потому что здесь выпадает дьявол, у вас есть зависимость от своих желаний, от того, что вы хотите. Какие желания можно посмотреть? Те желания, которые вы проигрываете, знаете, в каких-то своих сценариях, да, в схемах. Если мы говорим о мужчинах, в какой уже выпал чуть ранее водный король, то вы зависимы от желания создать отношения, но почему-то по каким-то причинам вы выбираете мужчин не самодостаточных, а именно таких, знаете, эгоцентричных, то есть людей, которые любят себя и только себя, и позволяют вам находиться рядом, рядом с ними. Вот это, то есть вы, возможно, эти мужчины, они харизматичны, возможно, они, знаете, у них есть какая-то, ну, красота, да, возможно, чем-то они вас привлекают, и, возможно, они доступны даже, да, или с другой стороны, они, наоборот, находятся в отношениях. Но у вас есть такое ощущение, знаете, как мужское такое качество победителя. Увидел, и я хочу это. И вот это вот желание, здесь оно даже немножечко, как я говорю, эгоцентрично не в плане того, что вы хотите этого мужчину вот именно для себя. Возможно, здесь есть внутренний такой стари, что вы хотите получить этого мужчину только для того, чтобы кому-то что-то доказать. Здесь вот обратите внимание, что вы хотите доказать. Ну, не знаю, например, один из вариантов, я хочу доказать, например, своей маме и своим родителям, что, да, я смогу создать семью с любым мужчиной, да, и даже с тем, кто мне недоступен. Либо утвердиться за счет мужчины, то есть сказать, что, да, он мне нравится, и я его встречу, и даже если он будет женатый, неважно, да, если он мне приглянулся, то он может оставить свою жену и жениться на мне. Вот такие, вы знаете, как-то очень эгоцентричные, то есть прям сфокусированы на себе такие желания. В принципе, в принципе, вы, если будете откровенны честной собой, вы найдете, да, в чем ваш эгоизм проявляется в этих желаниях. Но если вы не углубитесь внутрь себя, вы это не будете осознавать, вы просто будете не понимать, почему в вашей жизни встречаются именно такие отношения, то есть что не так. Внутри интуитивно вы будете ощущать, что что-то не так, но головой вы не будете понимать. А здесь вопрос заключается просто в том, что то, что вы хотите изначально, ваше желание, оно ошибочное. То есть, возможно, вы хотите отношения не ради того, чтобы разделять мужчины, да, какое-то свое будущее, вместе идти одним путем, а вы просто хотите отношения для того, чтобы, ну, говорить всем, что у вас есть отношения, только для того, чтобы не быть одной, чтобы не быть одинокой. То есть, понимаете, здесь немножечко фокус внимания уходит в другое. Хорошо. Это был совет Таро. Хорошо. Если вы проработаете вот эту вот свою зависимость, то есть увидите, насколько вы, ну, ваше желание зациклено исключительно на себе, какой вы результат получите, да, если вы осознаете, насколько вы зависимы в своих желаниях. Ну, первый результат, во-первых, вы поймете вообще, что значит понимание свадьбы, да, что значит вообще брак в вашей жизни, для чего он нужен. И вы захотите создать равный, такой равноценный, хороший союз. То есть вы будете стремиться к союзу только после того, как вы переосмыслите свои желания. Первый результат, вы поймете, что же все-таки значит союз между мужчиной и женщиной. Истинный союз, что значит брак. Насколько это серьезный выбор своего партнера на всю жизнь. Что вы готовы сделать ради этого, для чего вам нужен этот мужчина, готовы ли вы двигаться с ним всю свою оставшуюся жизнь. Это будут такие, знаете, глубокие, хорошие переосмысления. И если вы действительно вскроете истину, а у вас, как-то говорят о том, что если вы проработаете свои желания, вы сразу вскроете, но он вскроется, истинно вам покажет, вы получите эту информацию о том, что значит хороший союз, хороший брак, то вы будете стремиться именно к равным отношениям. Это будет здорово. Это была вторая позиция. И третья позиция. Что вам нужно сделать, чтобы стать императриейцей. И трех. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вам кажется, что если вы построили для себя какую-то схему поведения, как вы должны себя вести, то если через неделю, через две вы не получаете какие-то результаты, вы разочаровываетесь. Или, например, когда у вас бывает откат, вам кажется, что вы не достигаете своей цели, но при этом вы не осознаете, что любой откат, это, знаете, такой некий разбег, когда вы набираете силами и сможете дальше совершить некий прорыв. Поэтому ваша выгода в том, чтобы пока еще не императрицы, это то, чтобы вы убили в себе все какие-то желания. Знаете, такая некая вера, вот вы не верите в себя, в свои, в то, что у вас есть все ресурсы для того, чтобы достигать эти цели, не хватает вам этой веры. Как-то вот все на себе, на себе, на себе. Хорошо, что нам советует Таро? Таро советует увидеть свою ценность и разрушить вообще все свои старые понимания, которые приводили вас к разбитому сердцу. То есть у вас были какие-то, знаете, кармические уроки, задачи, опыт, который вы проходили, он постоянно вас приводил к разбитому сердцу. И вот вам вот этот опыт, который вы уже изначально знаете, что он приведет, поэтому у вас цели, желания-то все пропали, потому что вам казалось, ну, они приводили вас к разбитому сердцу. А теперь вы боитесь этой боли, как раз-таки противоположное. Научиться ценить себя, научиться любить себя, понимать, кто вы есть, как и женщины, для того, чтобы двигаться дальше в неизведанное. Не бояться разбитого сердца, потому что только тот человек, у которого много раз было разбито сердце, он умеет ценить по-настоящему, умеет любить, потому что он знает, как это быть, когда тебе больно. И этот опыт, вы уже прошли, вы завершили его вот с этим разбитым сердцем. Вам нужно просто поверить в себя и двигаться дальше. И осознать этот момент, что ваше разбитое сердце, оно было только по той причине, что вы себя не ценили. Вы по какой-то причине хотели кому-то угождать, хотели кому-то нравиться, как женщина. Вы хотели быть, ну я не знаю, нужной, необходимой кому-то. Возможно, вы строили какие-то планы, которые были иллюзорны. И однозначно, любые иллюзии, они всегда рушатся. Поэтому вы не видели ценности. То есть ваш выбор, который вы совершали, он изначально был, возможно, иллюзорный. Такой опыт вам нужен был для того, чтобы вы научились ценить себя. И теперь, когда пришло время, да, и вы получили все необходимое в плане понимания того, что значит разбитое сердце, что значит, когда я встаю на колени, когда я уже больше не могу, когда уже боль. Вот она полностью переполняет меня и разрушает все, что, ну все, что не есть настоящее, все, что есть иллюзорное. Да, это больно, но идет некое такое внутреннее очищение, благодаря которому вы сможете увидеть вот ту внутреннюю жемчужину, которая есть в вас. И научиться ценить эту жемчужину, научиться ценить этот ваш внутренний бриллиант, который находится в вашем сердце. И пойти новым путем, новым путем, туда, куда вы еще никогда не ходили, делать то, что вы никогда не делали. Пробовать, пробовать снова и снова. И у вас получится. Только сейчас у вас получится, потому что вы будете опираться на себя, на свою ценность. Не на свой эгоцентризм, а на свою ценность, на понимание, кто вы есть внутри себя. Хорошо, если вы последуете совету Таро, какой результат вы получите, и начнете ценить себя, и пойдете в неизведанное, вы станете именно той императрицей, ради которого был сегодня весь этот расклад. Замечательно, замечательно. Мне кажется, такое завершение вообще идеальное, да, на вопрос, как стать императрицей. Вот в вашем случае вы получили ответ от Таро именно, как вам стать императрицей. Я хочу поблагодарить вас за внимание, за этот расклад. Я надеюсь, вы что-то возьмете для себя полезного, что-то начнете переосмыслять, переосознавать, и, как следствие, начнете действовать по-другому. Не важно, как, важно, что вы действовали. Любое действие, оно будет давать вам результат. Любой результат будет создавать вас внутри себя. Вы будете познавать каждый раз новую грань себя, и тем самым вы придете однозначно в какой-то момент, если вы будете действительно двигаться вперед, а не находиться в стагнации, вы придете обязательно понимать, что значит императрица, кто она такая, и как вы можете стать ей. Я много даю вас за внимание, и в новых встреч!